Привет всем, дорогие друзья, меня зовут Серёга, уже как день вышел Керамбит в коробку удачи за кредиты, и вы, наверное, спросите, почему я до сих пор его ещё так и не покрутил. И буду ли я вообще в этом видео его крутить? Да не, как-нибудь в другой раз, да вообще ножик хрень какая-то, не знаю, буду ли его крутить, нет, посмотрим, короче. Сегодня я лучше поговорю немного о другой наболевшей теме в Warface. Она будет частично связана с новогодними распродажами, вы, наверное, все понимаете, что в новогодние обновления постоянно идут какие-то распродажи, акции и так далее. Чтобы игроки чувствовали праздник в этой игре, что это всё же Новый год, и можно хорошенько закупиться, купить много всякого разного доната. Перед тем, как мы начнём, дорогие друзья, я хочу сделать для вас реальную халяву и разыграть для вас 1000 рублей, либо же 2000 кредитов на ваш игровой аккаунт Warface, либо же Киевы кошелёк, и вы сможете купить на неё то, что вы захочете. Что вы приимчаете, просто поставьте лайк на это видео, подпишитесь на мой канал и напишите абсолютно любой комментарий. Все итоги вы сможете найти в группе ВКонтакте. Желаю вам приятного просмотра, удачи и погнали! Друзья, для новичков Warface вы можете создать аккаунт сразу с топными пушками и лучшим снаряжением. 6 пушек магмы и 4 лучших в игре шлема магма. Для этого переходи по первой ссылке в описании, крути рулетку, в которой всегда выпадает магма и получай призы. Регистрируйся и заходи в игру, весь донат будет ждать тебя уже на складе. Чтобы быстрее прокачать, привяжи телефон к аккаунту и получи випку. Также можно пройти опросы, за них также тебе дают випку. В описании тебя ждёт много крутых ссылок с бонусами и донатами. После регистрации аккаунта обязательно забери и прокачай себе топовый аккаунт. Конечно, ещё не конец декабря и вы, наверное, понимаете, что нас в Warface ждёт ещё очень много акс, очень много распродаж и подобных тем. Однако уже даже в середине декабря они сделали вот такую вот аксу, где вы могли бы купить за 6 тысяч кредитов любой золотой метовый донат. А MB-17 довольно недавно добавили в нашу игру и до сих пор она является самой имбовой инженерской пухой. Вот спокойно за 6 тысяч кредитов вы могли купить. Акса Диесова, правда, недолго и уже закончилась, но почему-то мне кажется, что ещё такие акции точно будут. 6 тысяч кредитов за золотую АМБ-17. Нахуя? 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 Главное, зачем? Блядь! Многие любят спросить у меня мою реакцию, когда я вижу подобные распродажи. На самом деле я уже привык, то что донат, который я выбиваю с 30 тысяч кредитов, с 50 тысяч кредитов просто берут и потом в один момент офигенный распродают. Допустим, эта пуха реально стоит 6 тысяч кредитов, это даже много для этой пухи. Но тогда для чего эта пуха находится в коробке удачи за кредиты, где ты хрен что выбьешь за такую сумму кредитов? Я не говорю об обычных версиях, которые в принципе могут вам за эту сумму кредитов упасть, но золотая версия, выбить её за 6 тысяч кредитов, знаете, с моим опытом я скажу, что это невозможно. Бывает то, что тебе везёт и выпадает с 5 коробок, с 2 тысяч кредитов, с 3 тысяч кредитов, но это настолько редко, что реально уже можно отнести к разряду невозможное. И вот поверьте, если вы влюбились в какую-то пуху, допустим, вы хотите себе 100% золотую АМБ-17, хрен вы её выбить из 5 коробок, а Warface самым именно скажет, крутить её с тысячной коробки с максимального шанса, то есть трать на неё более 50 тысяч кредитов. А потом в какую-то акцию её просто ведут за 6 тысяч. И знаете, гонка вооружений была бы не настолько сильной, если бы каждую новую пуху они подавали бы по фикс прайсу в 2 тысячи кредитов за золотую пуху, допустим, 6 тысяч кредитов. Но самый прикол в том, что эти пухи новые находятся в коробах удачи, люди, чтобы быстрее их получить, не получать люлей на пабликах, и, к сожалению, не всем везёт выбить её из 5 коробок, и многие тратят на неё, ну, нереальное количество денег. И такой вопрос к администрации, если ваши пухи золотые стоят не более, даже 9 тысяч кредитов, по крайней мере, я в магазине не видел, чтобы они какую-то золотую пуху продавали более 9 тысяч кредитов, почему люди должны в коробках удачи тратить на обычные версии, даже больше 10 тысяч кредитов, и многие из вас с огроменной суммой кредитов не выбивали даже обычную версию? Не говоря уже о тех, кто реально хотел выбить золотую версию. Почему, если вы добавляете магазину эту пуху за фикс прайс, говоря то, что вот мы какие классные, мы не считаем то, что пухи у нас в игре стоят по 50 тысяч кредитов, но, однако, чтобы выбить эту самую пуху, всё же столько потратить нужно. Однако, когда они распродавали золотые пухи, нечто меня очень сильно удивило, то, что некоторые золотые пушки можно было купить за короны. Да, у нас довольно много чего в этом году продаётся за короны. Допустим, скины, даже какие-то коробки удачи с крутым донатом админ разрешали крутить именно за короны. Я считаю, это большой шаг в Warface, и даже я себе взял и купил золотой марлин за 100 тысяч корон. Я считаю, для золотого марлина это даже очень сексуальная цена. К сожалению, не все золотые пухи можно было купить за короны, и опять же, непонятно почему. Если есть марлин, который можно продать за 100 тысяч корон, почему нету АМБ, который можно просто хотя бы выставить на продажу за 150-200 тысяч корон? Не думаю то, что у нас в Warface настолько много людей, у которых настолько много корон, и от того, что они купят эту самую пуху за короны, баланс сильно изменится. Хотя просто возможность того, что можно это дело купить, уже будет немного согревать душу на этот самый Новый год. Конечно, прикольно то, что админы каждый Новый год делают себе, продавая всё за кредиты и донат, но почему игроки настолько мало получают? Почему игроки не могут в конце года хоть что-то купить за игровую валюту, которую они накопили? И это я сейчас не про короны, я именно про варбаксы. Почему эта валюта настолько не нужна в этой игре? Единственное, что было за эту валюту, где её можно потратить, это старый говяный донат по типу Таварктара, который можно было покрутить. Коробки стоили очень много, и админы выписали тому самому Таварктару цену в 300-600 кредитов за карточку бонуса. То есть они сами уже понимают, что это нереальное говно, которое вообще практически никому не нужно. И довольно печально осознавая, что даже в Новый год нам не добавляют какие-то коробки удачи за варбаксы. Чтобы эту сраную валюту хоть как-то можно было потратить. Вот он самый вопрос, почему Марлину можно было купить за кредиты, можно было купить за 100 тысяч корон, но почему нельзя было купить его, даже если он просто нереально охренеет за 10 миллионов варбаксов? Просто чтобы хотя бы была эта сраная возможность, просто взять и купить. И даже тогда бы я сказал, что 10 миллионов это не особо много. Я, играя неделю, Блэк Уды заработал около 7 миллионов варбаксов. Половину, кстати, проиграю без супер вип-ускорителя. А, да, супер вип-ускоритель и обычный вип-ускоритель, это то, что у нас из игры уже убрали, по-моему, год назад, и один раз что-либо добавляли на несколько дней, и так и обратно не добавляли. Его, конечно, все равно можно до сих пор получить, допустим, купить на лудоге, либо же воспользоваться функцией подарок другу. Создаете аккаунт, добавляете сами себя в друзья, и с этого аккаунта выбираете функцию подарок другу, дарите себе супер вип-ускоритель, оплачиваете, и вам он приходит. Про вип-подписку на варфейс, которая стоит там 200 тысяч кредитов, я даже говорить не хочу, это такое лютое говно, что затрагивать эту тему даже просто не хочу. Один раз затронул, понял то, что всем насрать, окей. Также могу признать то, что в этом году самый просто отвратный, говяный кэшбэк кредитов, который только можно было придумать. Откинем ту тему, то, что сначала нужно задонатить бабки, то, чтобы эти бабки вам обратно вернули, то есть вы могли заработать кредиты на турнирах, продавая вещи на торговых площадках, просто сохранить когда-либо, но, к сожалению, чтобы кэшбэк вам вернулся, вам нужно задонатить новую сумму. И почему-то тратить там пока что можно только по 300-500 кредитов. Да, вам плюсы накинут какие-то кредиты, но какое же это все же говно! Смотря на то, что когда-то они устраивали такой кэшбэк, то, что сумма, которую вы потратите, она была абсолютно любой неограниченной, и вам вернулось бы в два раза больше кредитов, вы только представьте! Ну, не говоря о обычной системе, когда ты также тратил неограниченное количество кредитов, не нужно было ни новые платежи, нужно было просто потратить любую сумму в Warface и в кредитах, и вам также эту сумму абсолютно всю возвращали. Сейчас вам благополучно могут вернуть сколько? 5 тысяч кредитов, 10 тысяч кредитов, не знаю, сколько там выйдет, но все равно эта сумма не такая, какая была раньше. Когда человек, который реально выиграл какой-нибудь турнир, задрафтил себе 300 тысяч кредитов, мог бы хорошенько-таки затариться, купить себе все, что он только хочет в Warface, да ему еще и кредиты эти вернули, и был бы реально классный Новый год, но сейчас, пожалуй, нет. Знаете, чего я хочу? Настоящего праздника в Warface, когда реально добавят кучу всяких вещей, которые можно будет купить за варбаксы, которые можно будет купить за короны, а еще бы сделать так, чтобы это вам еще просто взялось, и все потом вернулось. То есть, допустим, ввести какой-нибудь золотой АМБ за 10 лямов кредитов, ладно, не хотите золотой АМБ, видите, Марлин золотой за 10 лямов кредов, и сделайте кэшбэк, чтобы еще это челу все это дело вернулось. Это все равно не самый топовый донат, и какого-то суперского имбаланса, он на паблике вообще никак не внесет. Но зато какой праздник можно сделать, продавая весь ассортимент магазина, допустим, за варбаксы, за короны, красиво, конечно, ангары новогодние, карты всякие новогодние, событий бесплатно, очень классные, но все же не хватает старых добрых распродаж, где люди наконец-таки могли потратить валюту, которая в этой игре вообще уже никак не используется. И максимум, что ты на эту валюту можешь делать, это чиниться, либо же когда-нибудь, когда ведут Тавархтаров, покрутить его. Столько крутых идей можно было бы сделать, что можно распродать именно за игровую валюту в самой игре на Новый год, но почему-то я до сих пор этого не вижу, а только вижу одни распродажи за кредиты. То, что сделали возможность купить хотя бы некоторые золотые пушки за короны, это уже, конечно, очень хорошо, но эта валюта довольно сложновато достается в Варфейсе. И мне кажется, немного игроков осталось, у кого именно этой валюты чересчур много. Ну вот бы сделать так, чтобы варбаксы можно было потратить, круто было бы. Как минимум, вот такой вот Новый год, дорогие друзья, я хочу видеть именно в Варфейсе. Надеюсь, вы со мной согласитесь и поддержите это видео по максимуму, с вами царскими лайками, расскажите друзьям, пусть тоже зайдут поставить лайки и напишите ваше личное мнение в комментариях. Не забудьте подписаться на канал, все нужные ссылки, как всегда, вы найдете в описании к этому видео. С вами был Серега, мы с вами увидимся, с наступающим вас Новым годом. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok